всем привет дорогие друзья с вами 2000 и конечно же goodgame empire собственно говоря и так как вы уже поняли по названию серии я в этой серии расскажу что лучше прокачивать из зданий то есть как бы то есть у нас есть куча типов зданий оплот каминоломня ферма хижина травосека караулка лесопилка мельница рынок стажа чести на этот декор как бы есть куча всего много вообще есть также стена которую тоже нужно прокативать убежище есть есть цитадель есть бархисельская башня есть казармы в общем говоря есть куча всего зданий как бы куча вела ней что лучше всего прокачивать ну во первых нужно прокачивать все на некоторые постройки все таки больше обращать внимание но как бы прокачивать нужно все постройки допустим если вот все влить в стену то есть там вот башни все прокаченные на максимуму ворота на максимуму тоже ров вообще там с легендарных планах а тут допустим оставить еще не не про не очень прокаченным то будет получается тоже не круто будет плохо нужно все равномерно прокачивать но но первую очередь что уже прокачивать ну во первых нужно цитадель лучше больше всего прокачивать потому как сейчас покажу вам сейчас я вам покажу почему а именно она дает скорость троиде то есть первый уровень это сто процентов второй уровень это сто двадцать и таки уровень 150 максимальный уровень там 5 то есть 200 процентов то есть быстрее стройкой то есть ее нужно в первую очередь прокачивать дальше идет что дальше идет вообще стену также хорошо качать но и вообще вообще на самом первом месте это фермы и когда дойдете до легендарных амбары амбары то есть потому что нужно будет производить тонны еды вот у меня тысячи производится сколько нам у меня все равно в минусе где дойдет нужно вообще фермы прокачивать также нужно прокачивать стену потому что вот пашни прокачивать ворота прокачивать потому что когда вы поднимитесь даже не то что на вас будут игроки нападать есть на вас будут игроки нападать но если вы будете там рядом с союзниками какими-то которые очень хорошо прокачивать тонн на вас никто не нападать не будет потому что союзники вот прокачивать как бы вот собственно говоря у меня есть таких вот два союзника это камелот и дядя лёша пока что временно лидер потому что у шоколадного класса ноутбук полетел в общем то говоря он пара короче то есть но будут идти там события как бы там типа но допустим стервятники стервятники могут нападать нападают обычно не очень сильными отрядами но иногда бывает так что нападает прям отрядом большим вообще стервятники проверяют на защита способности то есть они длятся несколько дней три пять три от трех до пяти пока что потом возможно будут дольше вообще по разному иногда три там иногда четыре иногда пять в общем то говоря на второй день вот не на первом дне ведь когда заканчивается первый день начинать проверять на защиту а на втором дне прям вообще много атаковать начинают и всех проверяют и нужно вот это вот все прокачивать ну а если как бы нет не прокачивать то стервятники ну как минимум оставить оставить вот тут нолик увезут где-то около половины ресурсов и снимут и снимут обвес который ты выставил и выставила то есть это нужно прокачивать и вообще потом все нужно прокачивать вот все нужно прокачивать также нужно прокачивать дровосека и каменоломню и следовательскую башню тоже нужно прокачивать хорошо караулки вот караулки это тоже очень важная вещь на легендарных они пригодятся и их нужно тоже очень хорошо прокачивать дальше таверны таверна это тоже важное дело они пригодятся их тоже нужно прокачивать но их нужно прокачивать где-то после тридцатого начинать прям но до тридцатого их тоже нужно прокачивать но не очень жестко как бы не все не очень жестко в них вливаться а потом вот нужно прокачивать но можно и раньше начать вливаться правда под это немного потеряет скорость там развития ничего страшного от этого не будет особого такого вот нужно прокачивать также ресурсные а именно дровосека и каменоломни но их тоже особо прямо все ресурсы в них вливать не стоит рынок но рынок как бы если вот у вас такой альянс который помогает потому что есть альянсы в которых игроки сами за себя только бонусы альянс дает и все но рынок качать нужно вообще альянс найти где игроки помогают друг другу если вы школьскую башню как я уже говорил нужно качать поместье вот поместье тоже нужно сильно качать как бы когда вы думаете что через несколько дней будете захватывать аванпост то его качать вообще его всегда нужно качать лучше его но пока что я его качать не собираюсь вот хранилище хранилище тоже очень важная вещь очень важная хранилище немного менее важная чем стены но его тоже очень стоит качать очень важная вещь его вот появилась возможность его прокачать сразу качаем или же там немного попозже но его нужно качать потому что ну хотя бы для еды то есть максимальная вместительность еды больше и как бы если у вас там переполняют количество юнитов то у вас будет больше еды чтобы их кормить и вот 7 дней а если бы у меня было не прокачано хранились и тогда бы они сдохли за четыре дня как бы это очень полезно я весь а также вообще для апгрейдов там допустим чтобы можно было куда складывать всякое вот в общем говоря военный госпиталь военный госпиталь если вы ну по желанию это прокачивать вот эти вот осадные и обороны тоже нужно сильно качать ставка ставку до третьего уровня докачать и все ее больше не трогать особо в общем то вот так вот нужно раскачивать и декором всем пока